И мы в Икеа Екатеринбург. Здравствуйте всем, кто нас смотрит, и неравнодушен к нашему каналу. Татьяна? Друзья, привет! Мы добрались до Икеа Еката, при этом мы были здесь в последний раз. Мы сегодня по этому поводу разговаривали во влоге аж 8 лет назад. Мы тогда уже являлись действующей службой доставки товаров Икеа, но при этом у нас не было ни блога. Мне кажется, мы даже софт-сети особо не вели. У нас только была страница ВКонтакте, где вместо фотографии была птичка. Помнишь, Дим? Или девочка какая-то в снежной шапке. Вот насколько все изменилось, поменялось. Разрешение на съемки мы получили со стороны охраны, препятствий не будет. Сегодня у нас с вами будет три формата, которые мы снимем. Это полный проход по магазину. Посмотрим особенности, есть ли отличия от других Мег. Но вообще, вот прям первоначально скажу, Мега нам очень понравилась. Потом уже в конце выскажем свое мнение. Дальше мы постараемся найти новинки. Если новинок будет на нормальное количество, то мы снимем обзор. Да, Дмитрий Юрьевич? И обязательно интерьеры. Пошли? Ну, прежде чем мы пойдем, пойдем, пойдем. А вход, сама входная группа у Икеа Екатеринбург совершенно индивидуальная по сравнению со всеми Икеа. Не побоюсь этого слова. Со всеми Мега? Нет, ну, Мега это отдельно разговор. Но это входная группа Меги. Нет, у Икеа вот именно вот сейчас то, что мы наблюдаем, нет ничего похожего. Про этот вход? Да, да, про этот вход. Не само Мегу. Мегу бы это и в конце отметил, самый момент. А я говорю про сам вход Икеа. Он совершенно другой. Он очень интересный. Я вот все не проходил. Вот я тут по краешку, Бестро и вход. Хочу сразу сказать, кто, допустим, в гости приедет в Икатеринбург, и у кого есть в этом городе, кто постоянно проживает в своей Икеа, обязательно рекомендую к посещению этот магазин ради того, чтобы просто заново испытать те необычные чувства, ту магию Икеа, которую вы когда-то испытали, когда посетили, наверное, свою Икеа в своем городе. Потому что, уверенно скажу, тут Икеа, кроме товаров, конечно, да, совершенно другая. Именно визуал. Да. Ну, давай не будем голословными, пойдем просто сделаем проход по магазину и покажем, чем же на самом деле Икеа и Икат отличаются от других Икеа. А может быть, внутри она, в принципе, ничем не отличается, нас ждет все то же самое, что, допустим, в нашем нижнем. Ну, пойдем, развеем мишу. Дерево. Тут, походу, будет скоро три классных интерьера, но, к сожалению, мы их не увидим. Поэтому, кто из Екатеринбурга, ребят, пришлите потом хотя бы в Инстаграме фотки, какие интерьеры здесь готовят вам дизайнеры. Плавно перемещаемся в общую зону. Сейчас сначала посмотрим интерьеры. Может быть, что-то интересное, необычное, чего нету, например, у нас. Вот сейчас мы входим и сразу сейчас зайдем направо. Угу. Это интерьер, интерьер-витрина, можно сказать, да? Ну да. Пойдемте, пойдем. Проходи сразу потом. Когда ты уже, может, как-то в магазине, но ты еще в интерьере, но, с другой стороны, на тебя еще люди смотрят. Ты, как бы, дополняешь интерьер, якобы визуализируя себя в этом интерьере. Ну, как будто ты живешь здесь уже. Пусть будет так, да. Ну, давай так. Там же это на нас смотрят так для мужчин. Интерьеры мы сейчас показывать не будем, потому что у нас будет отдельный обзор по интерьеру. Это будет отметить. Да. А мы пошли прогон именно по магазину. Это особенно. Вы помните, когда мы снимаем обзор по магазину, меня в основном в кадре нет, я у Димы рядом, чтобы была озвучка, потому что неудобно передвигаться и постоянно говорить. Пойдем выползать. Все-таки снимает, вот снимает, вот чешется у человека. Так, заходит и встречает сразу один, два, три, четыре интерьера. И плавно мы перемещаемся в отдел сходу с диванами. Очень хочу посмотреть, как именно в Екатеринбурге расположены диваны. Есть ли отличие от других городов, либо это все то же самое. Так, вот здесь эта часть прям один в один, как нижний ног в груди. Пойдем, кстати. Довелось нам поспать на диване Аскеста на желтом в тюмени у ребят. Без топера данный диван для сна вообще не допустим. От слова совсем спина болела. И ребята, кстати, сами тоже это отмечали, что неудобно. Хотя диван классный. Пойдем дальше? Меня слышно? Да. Кстати, смотри, поверни, пожалуйста, вот такого нет нигде. По крайней мере, я не вижу у вас, нет, в Краснодаре по-другому. Из диванов сразу проход к ресторану. Но не, вот допустим, в нижнем он, нет, он не тоже из диванов, но он какой-то более широкий. Здесь просто четко две линии туалетов, закрытые, и дальше попадаем в ресторан. Кстати, в ресторане, пока я тебя ждала, ты летал, меню совершенно другое. То есть очень много того, чего нет, например, в базе. Вот про этот диван мы говорили, что к нему жизненно необходим просто топпер. Без топпера... Кстати, миски, которые в Нижнем Новгороде точно так же висят в зоне диванов, получается, это общее дизайнерское решение для всех магазинов. Скорее всего, это базовое, не локальное. У Димы теперь слишком умная камера, она за мной следит за всеми моими движениями. На голос, на глаз. Ну, камера не то, что новая. В принципе, я уже ее снимал, но... Ну, новая. Все равно потихонечку-потихонечку ты оттачиваешь мастерство владения. Ну, это же с опытом. Клипанов очень много представлено в интернете. Вот просто в зоне диванов. Там один, здесь уже сразу четыре. Ну, такое ощущение, что у Клипана пользуется популярностью. А смотри, какая интересная штучка. Подголовник от дивана Вимлы. Он вообще никакого отношения не имеет к креслу. Но его можно, по факту, поставить к любому креслу. Он на металлической основе. И вот о чем я всегда говорю, что мне не хватает подголовника. Вот. Вот теперь я дружу с этим креслом. И скажи, теперь он лучше будет раскладного, который новый? Слушай, может... Ну, вот не хватает. Вот раскладного вот этого еще есть. Вот этого мне не хватает. Кстати, новинка. Сейчас... Пойдем я к ней подползу. По поингам. Да, ребят, снова появился Вимлы. Но Вимлы, он у нас не является диваном-кроватью. Это просто диван. Его фишка именно в подлокотнике. То есть, по факту, это бюджетный лингульт. Это дешевле, чем лингульт. Так, дальше пойдем. Отмечу зону поингов. Практически во всех икеях поинги сами чехлы убраны. Помнишь? Я уже сейчас не помню, в какой икея, когда чехлы отдельно были на этих... На плечиках. На вешалках. Я знаю. Я не помню, в какой языке, честно. Но вот это удобно. Про что я всегда говорю, что я могу... В Новосибирске? В Новосибирске? А, да, в Новосибирске. Помню, что весной снимали? Когда можно снять любой чехол... Вот, допустим, мне нравится такой вариант. Но я же даже визуально представить не могу. Но вот у меня, например, такая... У меня вот так работает голова. Мне нужно посмотреть, как это будет на визуале. Как это будет сочетаться. Вот это да, это удобно. Поэтому, ребята, у кого в икеях нет... Это сейчас к отделам сервиса, дизайнерам. У кого нет вот этих подушек отдельно, либо нет их там на вешалках, нет ткани отдельно. Пожалуйста, сделайте, верните. Это очень важно, потому что это людям удобно. Для подбора. Пойдем дальше перемещаться по креслам. Вот она, наша красота. Бесформенная. Бесформенная красота. Слушай, мне кажется, мы когда зал в порядок приведем, мы рум-тур, скорее всего, зал и кухня. Мы, может быть, даже рум-тур сделаем. Ой, я не знаю, не знаю. Никак Юрьевича не уговорю. Так, дальше все то же самое базово по креслам. Больше ничего интересного не вижу. Кстати, смотри. Кресло яйцо, в принципе, в нижнем оно стоит в уголке, только в стульях. А здесь оно еще и в зоне кресла представлено. То есть, ну, по факту, это кресло. По факту. Ну, почему тут, допустим, у нас в нижнем его не выставляет вот так. Оно как-то так вот подзабыто. Так, здесь у нас мы перемещаемся потихоньку в гостиную. Все при диванной столике, которые есть на данный момент в Екатеринбурге. Ну, здесь тоже база. Ничего такого удивительного, уникального нет. Локальт. Смотри, как интересно представлено. Развесили. Дальше снова столики. И дальше интерьеры. Так. Ну, кстати, это базовая трехкомнатная квартира с детской комнатой. Мы 55 квадратов ее миллион раз снимали. Интересный интерьер, потому что с камином нигде нет. Даже вот с таким искусственным. Да? Дальше ползаем. Еще один интерьер. Кстати, интерьеров пока немного. И они больше такие базовые, но немножко разбавлены своими моментами. Так, плавно перетекаем теперь в отдел со стеллажами, со всеми коллаксами. Юрьевич, надо поснять. Я знаю, что ты эту серию терпеть не можешь, Багеба. Мы доставим до нижнего. Ну ладно, до нижнего, тогда нижнего. Кстати, новиночки все-таки есть. Ну, такая новинка старинка. Нет, полкалаква в укороченном варианте появилась. Вот это прям давно пора, ее просили, ждали. Коллаксы. Сейчас посмотрю, есть здесь что-то интересное, чтобы... Кстати, здесь добавлены сразу полки. Потому что, например, у нас в нижнем вот эти полки все в отделе хранения. На самом деле эти полки должны быть вот здесь, в отделе гостиной, стеллажей. Потому что люди чаще всего сочетают какие-то стеллажи с какими-то полками. И когда в начале магазина ты увидел стеллаж, а в конце магазина полку, может не сконнектиться картинка, и ты просто как бы мимо пройдешь, да? Вот здесь все, что связано с полкой, вот это мне прям решение нравится. Рекомендации другим икеям. И написано, где этот товар можно купить. Вы просто сделайте выставку, не обязательно, чтобы он здесь был. Били, стеллажи представлены все отдельно. И представлены они не кучкой, а в виде вытянутой линии. Ну, одно другому не мешает. Их, в принципе, видно все. Видно, как их можно применять и эксплуатировать. Дальше по левую сторону у нас, получается, начинается здесь сочетание всего подряд. И бримносы, и беста. В общем, все, что вы можете использовать в гостиную. Бага бы тебе сегодня придется снимать, потому что новинки будем показывать. Все, что к Били относится, стоечка менеджеров по планированию. Здесь же сюда прям автоматом перетекаем в Бруссали, в Хаугу. В общем, все, что у Икеи есть, связанное со стеллажами, с витринами, оно все локализовано в одном месте. В том числе и даже сюда и тумба под ТВ. Ну, такого меньше зонирования, чем, например, в Нижнем Новгороде. То есть больше пространства. И ты как-то так вот плавно из серии в серию перетекаешь. Мне интересно, где этот... Самая дорогая серия. Я ее не увидела. Так, здесь у нас дизайн-студия Икея. Люди в работу работают. Еще они... Слушай-ка, ну я вот такого никогда не видела. Лурой. Реечное дно, которое можно закрепить на два крючка и использовать как целую стену под всякие штучки. Ну да, особенно кармашки. Кармашки. Вот ты бы догадался про это же? Классно, скажи. Ну да, мне бы что. Я просто смотрю детям в комнату, потому что это постоянная проблема. Что-то зацепить, какие-то там зеркальца, баночки, всякую штуку. Да, если помелочи, да. Если что-то более серьезное ложить, допустим, да, скобинные изделия какие-нибудь, сделать как бы стеллажик якобы, да, ну я боюсь. Нижняя часть уже может быть. Это больше декор. Фонарики, фотографии, мелочушка какая-то. Ну а так, я говорю, под саморезики, под сверлок. Ты знаешь, это, стена, ну вот кто о чем, под саморезики, под сверлок. Ну понимаешь, я не могу там всякие деженские побрякушки моделировать. Ну вот поэтому и хорошо, что нас с тобой двое. Ты про мальчиков, я про девочек. И всем удобно. Да. Благо третьего пола не существует в мире. Он за всех, да? Он за всех. Плавно перетекаем в отдел с письменными столами и со всеми школьными принадлежностями. Кстати, вот еще одна новиночка. Я иду параллельно новинки выдергиваю глазиком. Кстати, подобное кресло, мне кажется, было. Ты ничего не напоминает? Да. Давно уже такое было похоже. Они розового цвета, по-моему, были. Да, оно сейчас и розовое есть. Оно розовое. А ты знаешь, с чем было? Оно не с сеткой было, оно с бантиками было. Такое вот именно домашнее его предпочитали брать в гостинные. Еще новинки. Так, ладно, пойдем пока не до новинок. Пока просто показываем магазин. Я единственная тема, за что переживаю. Народу потихоньку становится много, хотя время еще только первый час. Но... Будем стараться. Лавировать. Хотя бы два обзора сделаем. Так, значит, это у нас все, что связано со школой. Ну, не только школой. Мне, наверное, почему со школой связано, потому что мы в первый класс через две недели идем, наверное, по этому. Так, дальше начинается любимая зона всех. Это кухня. Посмотрите налево. Кстати, интересная кухня. Смотри, вытяжка как расположена по стене, а шкафчики с другой стороны. Да? Ну, видишь, где вытяжка, там же ворота. То есть, получается, остров перетекает в вытяжку, вытяжка перетекает в моечную зону. Вот, фактически, если бы мы кухня объединили с гостиной, мы могли бы вот такую губу пасти не сделать, да? Ну, у нас тут будет много мужа. Был бы. Ну, да. Косяма. Да, да, Мань. Ну, больно. Интерьеров с кухнями достаточное количество. Напоминает мне по форме чем-то Казань. Нет, в Казани все-таки больше. Или Самару. В общем, уже это все смешалось. Люди, кони. Так, снова интерьеры кухонные. Кнух скультик, кстати, интересно представлен. Кнух скульт весь расписан по стене. Здесь сразу сочетание фасада и столешницы. К какому фасаду, какая столешница идет. То есть вы понимаете, что вы здесь не убавить, не прибавить не можете. А берете как есть. И, соответственно, весь Кнух скульт представлен сразу, чтобы вы могли смоделировать, как оно у вас будет дома. Пойдем дальше, пробежимся по интерьерам. Еще кухонные интерьеры довольно-таки много. Очевидно, все-таки кухни довольно-таки востребованы именно в Екатеринбурге. Ну, мы сейчас не будем основной на улице. Да, мы просто пробежимся. Мы сейчас смотрим вообще, знакомимся с магазином. Пойдем дальше. Вот смотри, вот такой, вот таких фасадов ни в одной выставочной зоне не видела. И потом она обязательно в темном треугелье. В гриле, прям святое. Здесь прям целая кухня полноценная. Так, дальше перетекаем. Все холодильники, все вытяжки, все плиты. А пойдем-то, я сразу посмотрю, посудомойку, узкая есть или нет. Шмыш-мышь. Юрий Вич, усе на 60. Придется тебе посудомойку покупать где-то в другом месте. Придется, на 60 мы не уместимся. Нам нужна на 40. Ну, дом померяемся. Да, нам нужна на 40. Так, дальше кухня сама разделена с кухонным хранениями, аксессуарами, стеной. Перетекаем во все баночки, скляночки, мусорное хранение, все смесители. Смесители не на дощечках, нет. Смеситель достать примерик нельзя. Зона, где идет оформление кухонь. Так, ну, здесь, в принципе, база такая. Раскиданно все по сериям, удобненько. Все даже и стремянки. Кстати, вот где-то, а, тоже в Новосибе, по-моему, стремянки были вместе. Или в Краснодаре. Стремянки были вместе с кухней. И стремянка, грубо, подорожала на 300 рублей. Кстати, до 1 сентября Икея хаотично делает подъем ценников. Мы, как посредники, честно, уже измаялись с этим. Потому что в любой момент цена хлысть и выше. То есть ее даже перестали фиксировать. Так, мы переходим в стулья. Здесь сначала стоят все барники и к ним барные столы. Здесь базово-раскладные стульчики. Почему-то сюда инготорг засунули. Все стулья. Ну, вообще, как будто зона стульев меньше ли формы такая. А, вот еще где, я думаю, что-то мне не хватает. Бежевые стулья, соответственно, отдельно. Еще один красивый интерьер делает, которого мы не увидим. Так, дальше интерьеры. Спальные зоны. И я так предполагаю, что мы перетечем сейчас плавно. В паксы, кровати и все шкафы. Ты можешь просто интерьер вот так мазнуть, показать. Потому что я не думаю, что мы все подразумеваем. Когда ты идешь на скорости, и ты проводишь камеры, тяжело что-то зафиксировать. Вообще воспринять, да? Да, виды просто общая картинка. А когда ты хочешь что-то именно выделить, в интерьере будет тяжело. Ну что, как и предполагалось, все кроватики. Все кроватики здесь, тихонечко. У меня главный страх, когда мы вот так снимаем проводку по магазину, чтобы Дима ни за что не даманданулся. Ни за кого. Иногда бывает. Иногда бывает. Все кровати. Тут же сразу тумба. Я, знаешь, одного не понимаю. Почему тумбочки всегда задраны наверх? Почему я не могу взять тумбочку, представить ее к кровати? Посмотри, как она будет у меня возле той или иной кровати. Практически во всех магазинах все тумбы задраны наверх. Так, здесь у нас начинаются матрасы. Походу переделывают, потому что, видишь, матрасы отдельно валяются, ячейки пустые. В параллель к матрасам еще идет несколько интерьеров. И мы плавно попадаем из матрасов в комоды. В принципе, конфигурация та же. Даже кроватью Нейден заканчивается выставка. Комодики. Слушай, а у нас когда Эданс-то выйдет, люди просят, страдают? Когда все раз приедем, я забыл на форушку скопировать. И закинуть. И в поездке сделать обзор. Понятно, то есть у тебя не смонтировано еще Эданс. Но мы его перед самым отъездом писали, поэтому это логично. Вообще, удивляюсь, как ты перед самым отъездом успел что-то намонтировать. Так, ПАКСы. В принципе, все гардеробы. Ну, это база. Чуть-чуть пошире, чем в нижнем. Тебе не кажется? Побольше по объему? Пространство. Пространство побольше, да. Но здесь не представлено параллельно с выставкой ПАКСы. Они просто стоят как бы индивидуально. Ну, да. Где Новосибирске были параллельно представлены по стенам интерьера небольшие. Но у каждой ИКЕ все-таки отличается, поэтому у каждого свое. Так, здесь у нас ПАКСы, зона сотрудников. Сюда же уже уходим в БАКСы, обхусы, БАКСы и перетекаем в детскую зону. В принципе, мы по выставкам практически по всем прошли и утекли уже в детячую. Здесь сразу вперемешку подростки, средний возраст, раздвижные кровати. Интересный интерьер. Интерьер обязательно сейчас, надеюсь, сможем поснимать. Да? Постараемся. Дальше грудничковая часть вся. Ой, смотри, как классно. Вот обычно вот эти подушки, они все раскиданы в бублике, которые я люблю. А здесь они все в одном месте. Очень удобно. Ты можешь выбрать тот бублик, который тебе надо. Здесь же двухъярусные кровати. В нижнем они, например, у нас вообще отдельной жизнью живут. В углу. Да, их даже как-то не сопоставишь, да? А здесь ты плавно можешь посмотреть и такую, и такую кроватку. Диван, клепан, воткнули под туфик. Ой, смотри, первый раз вижу слэк, что вот он так вот, прям вот. И вот, вот, вот он, вот, вот. Люди заведут, не успели развернуться. Так. Большая вышка, кстати, обкусы тут. Ну, это не обкусы, это, ну, обкусы с Мастан, да. С Мастан. Слушай, как мне вот такой вариант с Мастан? Обкусы нравятся? Это на самом деле очень удобно для маленького ребенка. Мы все здесь разложили, и игрушки, и здесь у вас полноценные комодики. И потом, когда дитя подросло, вы просто можете поменять ручки, дорастить наверх, и у вас получатся полноценные шкафы. Пойдем? Игрушки по левой стороне, в принципе, все прям плавно перетекают. И смотри, здесь вигвам, в котором я сидела в одном из обзоров. В нижнем, например, вигвам в общей зоне не представлено, но представлено только в интерьере. То есть, если ты начал движение в магазине, например, с ресторана, переходить сразу в детскую. Фокус, фокус. Трулялякус, пойдем. Пойдем? Сейчас, люди пойду. Пойдем. Здесь же и поинги, и труфасты. Ну, вообще, что сравнивать с нижним? Нижним одна из самых маленьких икей. Поэтому, когда икея большая, душа у дизайнеров разворачивается. Даже не успевает сворачиваться, потому что постоянно идут обновления интерьеров. Очень удобно представлено полотенце на уровне глаз, не так высоко задрано, как, например, у нас. Дальше здесь вся грудничковая атрибутика прям подряд-подряд идет вместе с матрасами. Потом начинаются мягкие игрушки и еще один отдел с рисовальными штучками. Ой, смотри, кто появился. Большой мышь. Ну, зубастый. А где собака, которую мне купить-то надо? Мне нужен золотистый ретривер, по-моему. Слушай, а его нету. Собачка, сидящая с длинными ушами. Понял, какая собачка коричневая? Ты видишь такую собачку? Нету. Как девушка смотрела. Короче, она на сайте посмотреть. Клиентка вчера обратилась, позвонила. Срочно нужна собака. И есть она только в Никате. Ну, не вопрос, но собаки не вижу. Сейчас поищем. Так, это ресторанная зона. Мы, в принципе, начинали только с другой стороны. Здесь плавный переход в отдел посуды. Но здесь как-то не вот что самые низкие цены. Мне кажется, здесь просто все подряд, что ли. Да, такая мелочушка представлена. То есть налево у нас получается рестик. Довольно-таки большой. А дальше мы переходим уже в маркет-холл. Непосредственно в посуду и в другие отделы. Как тебе? Все, наоборот, зеркально. Страна на земле в зеркал. То есть ты ждешь на этой стороне вы что-то другое? Ой, смотри-ка, что здесь есть. Нет, Дим, на вид новинки мы снимем. Прорезиненные ноги. Миска для теста. А я в этом вы увидите в новинках. Ладно, пишем. Так, давайте сначала балл и половиночка, а то снимать нечего. Был бы длинный хвост, меня за хвост. Пойдем-пойдем-пойдем, да? Так, ладно. А значит, здесь у нас сковородки, кастрюльки. Юрьевич, ну-то хоть поворачивай немножко так, что ли. Потом пошли всякие баночки, скляночки. В принципе, довольно-таки большой отдел с посудой. Довольно-таки много места. Ну, Дима, как обычно. А меня хоть слышно было? Да-да-да. А то я там стихи рассказывала, песни пела. Так я не жил в Новгород. Он до сих пор боится. А здесь все есть. А здесь все есть. Бойтесь. Димка придется ножи скупить. Нет, Димка нашел другой выход для себя. На каком-то там интересном, каком-то рукодельном сайте себе теперь ножики заказываешь. Лайф-мастер называешь. Многие даже знают. Ну да, ты даже, ребята, в Тюмень какой-то японский блатной ножку в подарок на вручение автомобиля отвез. Называется Танто. Зарезал. Зарезакалка. Из дамасской стали. Ну, это только, наверное, повара в этом понимает. Давай остановимся, замрем. Значит, здесь у нас все тарелки. В принципе, удобно. Они не разделены на сегменты. Они плавно переходят по цвету. Здесь подносы, чайники, кружки. Дима, не упади, пожалуйста. Дальше еще кружки. На ту сторону, сейчас Дима развернется, покажет. Идут фужеры. Причем все. Вот, опять же, где-то мы это видели. Нежная подсветка. Нет, это была фиолетовая подсветка. Или это в Туркише было? Нежная подсветка, которая что делает? Она красоту. Давай обойдем как-нибудь. Обойдемся с ребятишками. Ребята, фурксидь вас, пожалуйста. Спасибо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Они объемно смотрятся, согласись? Да. Вид совершенно другой имеется. Фактически это полка лак, подсветочка, ленточная. Ну, ленточку обычную ленточку. И уже очень нежненько смотрится, уже даже хочется что-то царап с собой. Так, ползем дальше. И с посудой мы, как обычно, перетекаем в отдел с текстилем. Ну, точнее, подушки, шторы, покрывало. Давай обойдем, обогнем. 150 пирожок. Как я обожала, когда мы собирали заказы руками, когда заказывали по 100, по 200, по 300 таких рюмок. А как Дим их обожал, когда их надо было каждую упаковывать. Да, это было что-то. Зато есть что вспомнить. Так, мы перетекли в подушки. И подушки на стуле, шторы. Ну, здесь тоже, здесь прям база стандартная. Даже, знаешь, как-то чехольчики грустноватенько представлены. Мне мало света. Вот, допустим, для белого вообще практически света нет. Они все выглядят более серыми. Оранжевые, они на самом деле более яркие оттенки. Ну, вот здесь света не хватает. У меня вот такое ощущение. Так, ну, отдел очень прям, вот, очень прям, вот, рост напоминает, такие нежного, нижний новый. Шторы, и смотри, как интересно. И шторы также загнутые. Нет, загнутые, да. Смотри, как интересно сделано. Эх, они бы еще доставали, чтобы можно было взять, поднести, поверить к большим. А что, прикол? Не знаю. Это же основательная конструкция. То есть, фактически... А, смотри, слои? Да. Слой на слой как можно сделать? Ну, фактически, да. То есть, если бы, например, это было полностью, все шторы в таком виде представлены, чтобы я могла поднести, например, лиль, как лиль сочетается с этой шторой. Нет, конечно, можно сделать. Хотите лайфхаку? Нет. Ну, лайфхаку не вандализм. Ладно, все, пошла, 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 пошла. А шторы, вот здесь очень плотно навешаны, выбрать практически невозможно. То есть, если бы мы были, например, привязаны к Екатеринбургу на съемке, мы шторгу никогда не сняли. Очень темно. А это примерно так же есть, как и в нижнем. Ну, в нижнем хотя бы в линию. А у тебя угол то же самое. Последний прибег, все то же самое. Я же страдаю, все тогда снимаем большой обзор. У тебя поэтому глаз дергается при слове шторы. Да. При этом, смотри, сразу в шторах же покрывало. У нас покрывало, например, в нижнем вынесено отдельно, и для покрывала выделено больше места, они распетельные. Здесь места меньше. Ну, не знаю, почему магазин большой, но под шторы с покрывалами отведено меньше места, чем в других магазинах. Ну, тут уже на вкус и цвет фломастеры разные. Тут карнизы, в принципе, все. Дальше проходим шторы. А где ткани? А, ну, по ткани прям совсем так это несерьезно, да? Как-то так скромненько. Перетекаем в постель. Ой, какая новиночка осенняя. Где-то, где-то, где-то. Ну, в листочках постелька, стяж? Вижу. Хочу такую. Осенью хочу, да? Осенью не хочу постельку, хочу такую. Вот, кстати, интересные прям сканди оттенки. Но хоть что-то начинает появляться. А ты вырви глаз. Ну, тут маленький отдел текстиля. Да, как-то вот компактно слишком. То ли нехватка света. Вот такое ощущение, да? Нет, нет, нет. Отдел нижним намного больше. Нет, даже подушки. Он одинаковый, просто тут разделены стенки, а тут. Да, то есть постели отделены от одеял. Короче, так, отдел нижним дом новой соединенной. В одно общее. В одно обуче стенки. Ну, здесь ничего такого уникального нет. Одеял на стоечках, подушки, каёпчик. Даже я работаю, а, велижонок нет, не он. Нет. Просто я так и смотрю визуально, может, грузчик попадется. Здесь тоже, кстати, с одеялами, мусгресс, проблемы с ними вообще по всей России. Их выгребают, я не знаю, с какой скоростью звука. В нижний приходит партия 3-4 тысячи. Мы выгребаем на заказ 200-300 штук. На следующий день уже нет. Так, ладно, лирика. Идем в ванну. Кстати, отделы расположены в том же порядке, как и в нижнем. Помнишь, какой-то икея отделы были вообще по хаоу? Ну, не хаотично, а в другом. Интерьерчики. Некоторые прям очень интересненькие, отличаются. Необычное использование. Из маленьких шкафчиков сделано, большой. Тоже интересно. Вот, Гадмаргон. Здесь по факту 3 шкафчика. Да. Объединенных в одну конструкцию. Здесь уже шторы для ванн. Кстати, шторы для ванн полноценные. Не подрезанные. В полную длину висят. Много довольно-таки места под коврики выделено. Текстиль начинается. Полотенце. Полотенце как-то хаотично. К халатам есть зеркало. Тоже радует. Потому что во многих икеях халаты есть, зеркала нет. Нельзя померить, прикинуть на себя. Полотенце, кстати, немного. Но вообще текстиль в икеях, конечно, по ряде. Его стало гораздо меньше. Здесь у нас вообще все, что связано с ванной, с мыльнорельными, с умыванием и так далее. Но, по-моему, есть обзор, да, по всем этим вещам. Гладильные доски, сушилки. Все, что связано с прачкой и стиркой. И дальше мы перетекаем в отдел ковров. А нет, здесь есть это. Переместили меня местами, да. Из текстиля мы перешли в ванну. Из текстиля мы перешли в постель. А в нижнем из текстиля мы переходим в ковры. А из ковров мы переходим в ванну. Мы сейчас живем, да? Нет, я про нижний говорю. Отдел с коврами. Ну, я не знаю, вот режь меня. Может быть, в камере хватает цвета, но мне не хватает. Алир Слев, к нам снова вернулся в грязно-розовом цвете, как новинка. Ну, пачкать точечки. Ножи софитов направленного цвета. То есть точечно, не рассеянный, да, а точечный свет. Ну да, мы сейчас перетечем в свет. И плюс идет свет от потолка. Вот, атакушек. Ну, тебе не темно? Где-то, где-то, где-то. Вот так. Топ-топ. Честно говоря, немножко темновато. Зато Персии сколько места вы делали. У Персии, да, они молодцы. Они сделали такой хороший уголок. У нас все скомканно на двух квадратов. Тут хорошего вообще не увидишь. Хорошего. Девушка посреди. И чё? Ну, просто доброскадрить. Так, отдел света. Ой, сколько места, да? Угу. Присутствует с колготками. С колготками. Вот бабушки да колготки. Колготки же. Присутствует такой цвет фуксия подсветка. И ты залив? Да, я заливаю. Отдел со светом мне нравится. Большой, объемный и хорошо расположено. То есть, настолько они раззонированы. И даже смотри, местами разные цветы стен. То есть, где-то плиточка, где-то светлая стена, где-то темная. И ты примерно понимаешь, как это будет выглядеть в домашних условиях. Лампочки в Карабах. У нас, если они в Прокурске. И кто бы уже видели в какой-то, по-моему, какие в Москве или Казани? В какой-то икей мы это уже видели. Это хорошее решение. Да. Светильники не так высоко задраны. То есть, можно потрогать руками. На самом деле, это экономия места, экономия выставочных образцов. Когда у вас выставочник вот здесь, и я могу его покрутить, вам не надо его крепить еще сюда. Это удобно. Потому что в нижнем часто двойной, то есть, соответственно, двойная эксплуатация. Но в плане выставочных образцов, когда два нужно применять. То есть, тоже, ну, смысл лишнее вешать, если можно сделать более удобно. Так, здесь у нас все лампочки, гирлянды, абажуры. Отдельной жизнью живут, ну, в принципе, как и везде. Отдельно все шины. Вот такой отдел света мне нравится больше. Потому что в нижнем он широкий, и ты как бы часть его минуешь, да, когда проходишь. А здесь фактически, ну, вот у меня такое ощущение, где бы сложилось, я весь свет могу охватить. Пройти через весь свет, увидеть весь его. Из света мы перетекаем в отдел хранения. Здесь у нас коробочки, баночки, стеллажики, ящички. В общем, все, что надо для хлама. Сначала нужно хлама. Нижний Новгород, а вот, где Екатеринбург, свободно продается. А в Нижнем что-то все принято? Нет, через выписку. Бамбуковая серия тоже отдельно представлена. Так, и здесь же сразу идут все чехлы. Все тканевые модули для хранения. Ну, как я подозреваю, мы сейчас плавненько перетечем из хранения в отдел оформления. Вряд ли нас ждут какие-то сюрпризы. Но, тем не менее, да, отдел оформления уже светит зеркалами. Здесь у нас ведрышки. Ведрыщик много. Слушай, здесь же стеллажи, ну, большой отдел хранения. То есть, по факту, два полноценных зала. Давай обогнем. Галошницы. Ну, дальше уже прям такое базовое расположение идет. Здесь же товары для животных. Отдельно вообще для самой выделили место. С фактическим применением, что сюда можно сложить. И мы перетекли в отдел с оформлением. Часики, рамочки. Потом будут вазочки. Потом будут цветочки. Осталась картина оформления в старом стиле. Ой, да, вот это его раньше было в Нижнем Новгороде. Нет, он не раньше, он в Екатеринбурге всегда такой и был. Нет, я про Нижний. Раньше был так в Нижнем. Я не знаю, почему люди отказались. Такие в Нижнем Новгороде от такого расположения картины. В общем, удобно. То есть, ты ее видишь на... Ну, меньше места занимает, да? Да. Смотри-ка, они даже эти модульные картины так располагают. А вот эту картину я не видела. Добики. Здание Амстердама. Новинка и не висит. Может, до нас вопрос не доходило? В Нижнем мы еще покайпали на блюдах. Но при этом это не новинка. Так, зеркалешки. Вазочки. О, люблю, когда в отделе оформления есть дополнительный источник освещения. Именно естественный. Как-то так эти цветы объемно смотрятся. Здесь все искусственные цветы, живые цветы. Кстати, живые цветы здесь как-то странно, без ультрафиолета. Ну, возможно, быстро разбирают, либо... Или света много, или... Или света много, да. А здесь дальше все кашпо, все, что связано со свечами. Интересно представлен отдел с искусственными цветами. То есть цветы сами по низу, все с ценниками. А поверху просто отдельные букеты, букетные группы. Таким образом, вообще, можно любую стену украсить. Ну, а дальше мы с вами переходим на склад самообслуживания. Эх, жалко, нас на склады фуллсерфа не пускают. Ну, не пустят никогда. А что там идет? А ничего особо-то интересного. Покажать. Зона складская довольно-таки широкая. Зону светит в правый глаз. Тут больше всего для автолюбителя склад подойдет. Или для будущего автолюбителя. Изучаю его знаки. Правда, важно. А, в отношении движения. Вот понимаете, чем девочки от мальчика-то отличаются? Я про красоту, про удобство. Юрий Ильич, опа, знаки дорожного движения. Ну, что? Стрелочка, далее к отделам. Нет, а вот стрелочка другая уже направление движения есть. Ой, ешкинка. Направо-налево. И так в каждом ряду. Ну, других детей такой и нет. Короче, это чисто мужские приколы. Нет, хороший прикол, ты что? Я вообще штрафоручек поставил по выходу. Чтобы люди, да, тык-тык-тык-тык. Так, складская зона, стеллажей. Большой склад. Большой, прям и широкий. Ну, проход, мне кажется, базовое. Наполнение хорошее. То есть, довольно-таки много товаров. Ой, оно и по глубине хорошо идет. Так, у нас, по-моему, сколько рядов? 39, по-моему, было, нет? 37 или 41 даже был. Слушай, а где садовая мебель? Либо ее убрали уже, так как сезон закончился. Сейчас уже буду. Смотри, мебельные ручки в середине зала. Ну, а темное? Вот здесь бы мы не смогли снять ручки. А потому что ручки есть на выставке, при хорошем освещении. Да? А тут просто пришло заболевание. А я не видела. Они были на кухне. Да? Ну, мы что-то не обратили на них. Ну, ты успел увидеть. Да, частично. Ну, что, как тебе Икеа и Кота? Ну, может, давай присядем с тобой. Не будем же на дороге стоять и разговаривать. Так, фамилия. А что у нас нового фамилия? Сканея век, а глянцевый, серо-зеленый по фамили. Я кухню вводил вот такого зеленого зеленого. Ну, я чувствую, местный дизайнер очень любит цвет фуксии и темный-синий. Почему? Полностью такой цвет повторяется. Не знаю, ну как там рекламный вот этот все. Уже не первый раз. Прекламный интервью такой вот. Смотри, посредники заказа собирают. Я их молодость. Руками собираюсь. Так, Центр Экологии, Экономии, Уценку. Уценки сейчас, в принципе, в Икеа все представлены в таком формате. Именно у этого USB. USB, да? Да. Врус USB. Что-то мало. Ну, может, как-то чудит одного. Знакомые вещи, да? Пойдем куда-нибудь в уголок притулимся. Кстати, смотри, очень интересно. Дима представлена зона со всеми чемоданами и сумками. И при том очень обширно представлена. Да, в нижнем же она прям крохотная, на пол стеночки. Так плотненько-плотненько. Пойдем посмотрим. Пойдем. Очень хорошо разграничено зону на самообслуживание, на экспресс-кассы. Прям вывеска, она сама бросается в глаза. Люди сразу видят, куда можно подойти. Очень хорошо это выглядит. Вот с рюкзаками мне, конечно, понравилось. И, кстати, стал диким дефицитом наш с тобой любимый чемодан. Да, лун. Неужели, послышка, обзор? Не знаю, кто там виноват. Но наши саранские клиенты теперь страдают, мы им никак не можем добыть ниоткуда. Слушай, вот такой рюкзак стартсид на 19 литров, сейчас за 2000 вместо 3500. Дай-ка гляну, может, мне надо? Нет, он не нужен. Мы очень удачно купили. Сейчас у нас дома в количестве четырех чемоданов, не таких. У нас черных четыре чемодана, два больших с новосибой чемодана. Ребята, если вы найдете, есть ли в продаже или как, заказывайте, берите вещь хорошая. Цена достойная как раз. И вмещает прям очень много вещей. Вот, жик, жик, жик. Ты про какой чемодан? Про наши четыре штуки черных. Про черных? Ну, про них почему в Москве рассказывали? Я тебе говорю, у нас клиенты саранские страдают, что мы их без чемоданов оставили. Может, по этим нелепым течению обстоятельств и закончились. В других городах хотел бы слониться. А послониться не дают? Да. Ну что? Что скажешь-то? Что я хочу сказать? По икее. Очень схож икея по внутренней части, как масс-маркет и выставка с икеей нижней ногой. Но шире. Прямо на 70% очень схожи. Вот это само расположение, само расположение отделов и товаров. Больше всего мне понравилось оформление входной группы выхода магазина кассы, да? Отдельно мне понравилось, расположено икея Быстро. Там внутри вообще в Миге. Да, она вообще в Миге находится. И при том, она расположена, сейчас я просто с одной стороны посмотрела и было выхода с другой. Да, я не знаю, вот это единый комплекс от этого икея Быстро или два за идею. Не знаю, потом посмотрим, может быть, поэток, где идем, или во влогу покажем. Мне очень понравилась сама идея. Я, кстати, там успела кофе попить. Да, сама идея очень оригинальная, мне понравилась. Не все в одном, как бы, ресторан и Бестро, да, ты не понимаешь, куда тебе идти, а когда-то вот целенаправлый лучший насказ, и тебя встречает Бестро. От себя скажу, мне комфортно, мне хватает воздуха, потому что, например, вы, если нас постоянно смотрите, знаете, что в некоторых икеях я начинаю задыхаться. То есть мы обзор сняли, и все, и мне длина. Хорошо работает вытяжка. Да, то есть мне свежо, мне комфортный климат-контроль, то есть температура на улице сейчас уже стала жарковата, а здесь прям комфортно. То есть я в шелковый блуст, мне не жарко. Помимо икея Быстро расположены вне магазина икея, можно так сказать, да, уже вне икея, также и расположены магазины икея с продуктами. В той же стране, да, где икея Быстро. Прямо, я думаю, должны все немножечко икея мега России, да, немножко бы принять такую практику, тем самым освободив пространство для, не знаю, для интерьеров хотя бы или чего-нибудь другого. Тише, я думаю, что у меня за диссонанс в голове. Ну? Мы же в понедельник только икея Тюмень снимали, мы так часто икея не снимаем, чтобы на неделе два раза быть в разных икеях. Да. Так, ну все, друзья, пишите, как вам, икея и екат, пользуетесь, не пользуетесь, посредники каких городов вы работаете здесь, потому что я смотрю, что люди, потому что у нас в Нижнем сейчас уже мало кто собирается, все пользуются услугами отдела B2B. Ну, постепенно, наверное, когда-то и до них это дойдет. Может быть, на самом деле это удобно, но понятно, это платно. Мы пошли снимать интерьеры, а вам пока. Да, пока-пока. А мы ничего не будем говорить, кто мы, куда люди попали. Да потом. Да потом. О, все, пока. Короче, у нас первый обзор был за последние, наверное, несколько месяцев, чтобы мы вообще не сказали, кто мы. Да, мы же Димка Надзен никого не пригласили. Да. Да.